Из дневника помощника-бухгалтера. 1863 год. Май 11. Наш 60-летний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по сему случаю белой горячкой. Доктора со свойственную им самоуверенностью утверждают, что завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером. Это место мне уже давно обещано. Секретарь Клещев пойдет под суд за нанесение побоев просителю, назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено. Принимал Декокт от Катара-Желудка. 1865 год. Август 3. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду, но слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна. Клещев вырвал у армянина вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет. Одна старушка, Гурьевна, вчера говорила, что у меня не катар, а скрытый геморрой. Очень может быть. 1867 год. Июнь, 30-е. В Аравии пишут холера. Быть может, в Россию придет, и тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет, и я получу место бухгалтера. Живуч человек. Жить так долго, по-моему, даже предосудительно. Что бы такое от катара принять? Не принять ли цитварного семени? 1870 год. Январь. Второе. Во дворе Глоткина всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верная примета. И мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, вставши бухгалтером, куплю себе енотовую шубу и шлафрок. И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке это мне не по годам, а на вдове. Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Понюхова. Последний, как слышно, подает в суд. Хочу с катаром к доктору Боткину сходить. Говорят, хорошо лечит. Ветлянке пишут чума, народ так и валится пишут. Глоткин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если придет чума, то уж, наверное, я буду бухгалтером. 1883 год. Июнь четвертого. Умирает Глоткин. Был у него и со слезами просил прощения за то, что смерти его с нетерпением ждал. Простил со слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудевый кофей. А Клещев опять едва не угодил под суд. Заложил еврею взятый на прокат фортепиан. И, несмотря на все это, имеет уже Станислава и чин колежского асессора. Удивительно, что творится на этом свете. Вчера хоронили Глоткина. Увы, не в пользу мне смерть сего старца. Снится мне по ночам в белой хламиде и кивает пальцем. И, о горе, горе мне окаянному, бухгалтер не я, а чаликов. Получил это место не я, а молодой человек, имеющий протекцию от тетки-генеральши. Пропали все мои надежды. Учаликова жена сбежала. Тоскует бедный. Может быть, с горя руки на себя наложит. Ежели наложит, то я бухгалтер. Об этом уже разговор. Значит, надежда еще не потеряна. Жить можно. И, пожалуй, до енотовой шубы уже недалеко. Что же касается женитьбы, то я не прочь. Отчего не жениться, ежели представиться хороший случай. Только нужно посоветоваться с кем-нибудь. Это шаг серьезный. Клещев обменялся калошами с тайным советником Лирмансом. Кандал! Швейцар Паисий посоветовал от катара Сулейму употреблять. Попробую.